Где-то в самой глубине души Максим все же допускал такой вариант, предполагал, но надеялся, что Алина не докатится до этого, войдет со временем в семейное русло, станет уж если не примерной хозяюшкой, то хотя бы любящей мамой и женой. Одно их знакомство уже могло со стопроцентной гарантией дать понять влюбленному парню, что не стоит, ох, как не стоит звать ее на второе свидание. Алина хорошо под шофе скакала посреди клуба, а безумев пыталась снять и без того тонкую маечку под довольный хохот мужчин и всех гостей клуба, что собрались погладеть на представлении. Максим с самого начала вечера приметил красивую девушку и наблюдал, как с каждым докалом вина она ведет себя все развязнее и бесстыднее, а ближе к полуночи решил устроить вот такой концерт. Он не выдержал, схватил свой свитер, что висел на стуле, закутал незнакомку в него и под разочарованные крики увел шатающуюся из клуба. На улице девушка стала немного бодрее, благодарно поглядывала на своего провожатого, вцепилась в его руку и молча шла за ним. Как потом уже, годы спустя, она призналась Максиму, что специально сказала, что не помнит свой адрес, надеясь, что он поведет ее к себе домой. Все так и случилось, как она и планировала. Не получив разумительного ответа, парень повел Алину в свою холостяцкую квартиру, даже и не думая, что она останется там так надолго. Признаться честно, он был даже рад, ведь она была сумасшедше красивой, стройная, длинноногая, жгучая брюнетка с нежной кожей, похожей на испанскую актрису. Ему так нравилось загрываться в ее кудрявые волосы и вдыхать аромат счастья, исходивший от нее, который пьянил и отключал все мысли. Конечно, он простил ей эту выходку в клубе и другие вещи, такие как вечерние отлучки с подругами, постоянное желание куда-то сбежать, веселиться и где-то шастать по городу, лишь бы не сидеть с ним дома. К Максиму по уму бы поступить надо было, девчонку в чувства привести и поговорить, как два взрослых человека. Так и сказать прямо, коль я тебе не нравлюсь, сейчас же шуру из моей квартиры куда подальше, чтоб глаза мои тебя не видели и ходи тебе сесть, где тебе вздумается. Но он считал ее поведение кокетством, очаровательной стервозностью, изюминкой, а свои сердечные мучения, вечном ожидании, называл настоящей любовью и ничем иначе. Друзья, озабоченные пропажей друга из их компаний, все как один твердили, что Алина не любит его, открыто издевается и ни во что не ставит такого завидного парня с квартиры в центре города. Подумаешь, красивая и ноги длинные, что, теперь топтать тебя можно? Почему? Когда он заговорил о том, что хочет сделать ей предложение, они и вовсе постепенно отошли от него, разочаровавшись в умственных способностях друга. Алина приняла это как приключение, согласилась, не думая. Сразу же родила сына, через два года появилась дочь, вдруг осела дома и успокоилась. Молодая женщина вроде даже остепенилась к великой радости Максиму, трепетно кормила обоих детей грудью до полугода, старательно гуляла с ними, пыталась, как могла, наводить порядок, готовить к приходу мужа простые блюда. И со стороны казалось, что ей это очень нравится, что она нашла в этом душу и счастье. А свою прошлую жизнь вспоминает как самое страшное пустое время. Максим старался всеми силами помогать Алине с детьми. Если она не успевала навести порядок или приготовить, без лишних слов забирал малышей, шел гулять, попутно советуя жене вздремнуть хотя бы часик в тишине. Женщина обнимала мужа, рассыпаясь словами благодарности, поступала так, как он предлагал. И в итоге вечером собиралась семья за нехитрым простым ужином, но все были довольны и спокойны. Не заметил Максим в жене никаких перемен. Все было ровным счетом, как и в обычные дни. Вернулся с работы, дома никого нет. Видимо, гуляют. Решил сварить суп к их приходу. И, не дождавшись семью через два часа, выключил плиту, вышел во двор дома. Встретив соседку, поздоровался. Перекинулся пару фраз, старательно прячу волнение. — Куда она, ночь глядя, сынок? — Да вот, иду за своими, что-то загулялись. — Слушай, а они разве не у Нины и Николаевны с третьего этажа? Шумят, вроде там твои ребятишки с самого обеда. Я вот прям минут сорок назад слышала. Алина бывала, оставляла днем обоих детей доброй пожилой соседки. Могла сходить на маникюр, в солярий или просто пробежаться по магазинам, но это всегда обсуждалось и использовалось крайне редко. А тут, по словам другой соседки снизу, сын с дочерью находятся там уже полдня. Сердце его стучало, готово выпрыгнуть. В ушах шумело. Он, еле переступая ногами, направился за детьми, в надежде услышать от Нины Николаевны что-то вроде того, что Алина ушла по срочным делам и обещала вернуться к вечеру. Но ответ обрушился на его голову, словно снег, приведя в состояние шока. «Ой, сынок, умаялась я с хулиганами!» «Ой ведь, а я и ни сном, и ни духом, еще суп варил дома, жену ждал. Она, случайно, не сказала, куда ушла?» Уставшая женщина, уже почуяв что-то нелатное, да и в душе злилась за то, что весь день пришлось смотреть с детьми. Сказала, как есть, без приукрас. «Нет, Максимка, ничего не говорила. Стояла расфуфыренная на каблучках с дорожной сумкой в руках. Так и сказала, что детей ты заберешь». Мужчина взял отгул на несколько дней и, отведя Сережу с Юленькой в садик, ходил по подругам жены. Пытался разузнать, в чем дело. Но ни одна из них не дала вразумительного ответа. «Были мысли пойти в милицию, но ведь Алина ушла сама, нарядившись». Спустя неделю поисков и ожидания Максим получил письмо от жены, в котором она писала, что устала от такой жизни и не лежит у нее душа к воспитанию детей, ни к заботе мужа, и не считая ей надоело до чертика. Уехала она в большой город попытаться исправить свою судьбу, найти то, к чему у нее ляжет душа, и если все будет хорошо, она заберет детей. Максим даже не заметил, что плачет, и слезы его капают на бумагу, растворяя чернила. Нищета! Он же прилично зарабатывает, ни разу не упрекнул ее тратами, покупал все, что просит, в рамках своей получки, иной раз отказываясь себе в простых радостях. Шубу ей подарил, сапожки. Недавно на годовщину свадьбы приподнес дорогущие серьги, копил несколько месяцев, еще занял у друга. Думал, что она счастливая, довольная семейной жизнью, никогда не жаловалась, говорила, что все хорошо, а оказалось, что плохо ей было, тяжко до такой степени, что все пришлось бросить, избежать. Еще не теряя надежды, уверенный, что можно спасти и исправить, он написал ей ответное письмо, переписав адрес с конверта. Писал, что готов ради семьи все бросить, продать квартиру, уволиться с работы и попробовать начать все с нуля, только рядом с ней, со своей женой и детьми. Просил вернуться, помочь ему с продажей, переездом, уверяя, что все трудности они преодолеют вдвоем, подбодрил словами, что и сам уже подумывал о смене образа жизни. Пока он метался, обдумывая детали переезда, спрашивая руководство, есть ли возможность перевода, пришло очередное письмо. Алина не стала распинаться, всего в паре строк уместила просьбу о разводе и доложила, что живет с другим мужчиной. Два дня Максим приходил в себя, хотел напиться до беспамятства и забыться, что было бы не так больно и страшно, но от этого шага останавливали дети. Они смотрели на него растерянно, испуганно, всей душой понимая, что творится что-то неладное, молча следили за его действиями, будто догадываясь о причине отцовских страданий. Тяжело пришлось мужчине, порой было до невозможности трудно. Приходилось и работать, сидеть с детьми на больничном, выкручиваться. Благо, что имел представление, чем кормить малышей, как стирать за ними и укладывать спать. Выдохнул только к моменту, когда дочка пошла в первый класс, а сын в третий. Вот только тогда будто бы и окончательно свыкся с мыслью, что он отец-одиночка, и так будет всегда. Грустил иногда, но находился в самостоятельном воспитании свои плюсы. Отлично знал школьную программу, был в курсе всех молодежных событий, модных течений. Музыку слушал исключительно вместе со своими подростками, и на разу пританцовывал во время совместной уборки и готовки ужин. И казалось ему, что совсем он молодой, почти ровесник сына. Сережа и Юля росли хулиганистыми, активными, но не зловредными. По-своему помогали отцу, хорошо учились, слушали, особо нервничать не заставляли. Между собой не дрались и вовремя возвращались с прогулок. Про мать у него уже почти не спрашивали. Знали, что эти вопросы причиняют ему боль, портят настроение. Да и чего говорить, если Алина всего лишь раз приехала к ним, красивая, одетая по последней моде. Виала обняла детей, без эмоций подарила тринадцатилетнему сыну машинку, а одиннадцатилетней Юльке, считай уже девушке почти, куклу. Весь вечер была неловкая тишина. Было видно, как женщина желает скорее закончить эту встречу. И все же прекратила свои мучения вечером. Собралась ночевать, но передумала. На ночь глядя собралась в аэропорт, напоследок заставив Максима понервничать. Прямо у дверей, во время прощания, чтобы заполнить паузу, скользко обратилась к детям. Юля, Сережа, приезжайте ко мне в гости. Максим замер. Его сердце сжало холодной рукой от страха. А мальчик с девочкой оживились. С улыбкой стали переглядываться друг с другом. И уже готовы были согласиться. Но Алина, чувствуя, что сболтнула лишнее, опередила их. Ну, только не в этом году, а в следующем. Я вам скажу, когда можно будет. Муж-то мой не любит детей, много работает, устает. Улыбки детей, как рукой с него. А Максим, к своему стыду, возликовал в душе. Отпускать сына с дочерью он категорически не хотел. И считал это вполне оправданным, заслуженным. За десять лет несколько женщин пытались с ним знакомиться. Все как одна милые, порядочные, достойные внимания. Но Максим даже не смотрел их в сторону, всячески отнекиваясь от невес, что периодически сватали добрые тетеньки, сработали знакомые. На их удивленные вопросы отвечал без грубости, но твердо. Мол, не понравилось, и все. Ишь ты, барин, такую красотулечку для тебя нашла, а он нос воротит. Чай не парень уже, с прицепом. Максим кивал головой, подтверждая свою капризность, а близким друзьям прямо заявлял, что детей на юбку не променяет. Столько лет я с ними выстраивала отношения, у нас ведь полное доверие, а возраст, сам знаешь, подростковый, любая мелочь может все испортить. Хорошо, конечно, женское влияние в семье, но где гарантия, что характерами сойдутся? Нет, брат, мне эти проблемы не нужны, не хочу детей обижать, хватило им. Прошел Максим вместе с ними их первые влюбленности, их слезы, разочарования, победы и неудачи. Находил нужные слова, сам плакал украдкой, рос в холодильнике в поисках валерианы, искренне возмущался несправедливости в адрес своих малышей, и уж совсем не понял, в какой момент, как-то резко, неожиданно, они стали взрослыми и самостоятельными. Просто одним вечером осознал, что ему уже ближе к 50, и сегодня никто не придет, не выпьет с ним чаю, не расскажет, как прошел день, не пожалуется на вредную одноклассницу или занудную учительницу. Сергей поступил в университет, учиться на другом конце города, снимаясь с товарищами в квартиру, а Юля уехала в областной город после девятого класса, живет там в общежитии. Вот так вот, жил и чувствовал себя совсем молоденьким рядом с детьми, а как они выпорхнули из гнезда, понял, что стал стариком, по крайней мере, ощущал себя потрепанной калошей, уже никому не нужной и отодвинутой на задний план. Вот тут тонный вспомнил теток свах, все же было бы неплохо, хотя бы попытаться найти себе женщину по душе. Правда, к слову сказать, ребята молодцы, папку не забывают, раз в неделю обязательно приезжают по субботам, хоть на один вечер создают ему былую суету и приятную суматоху. Видя его скверное настроение после каждого своего отъезда, Сережа подшучивал над ним, но с долей намека. От души желая отцу счастья и душевного покоя. Пап, ты почаще выбирайся куда-то, глядишь и встретишь себе кого помоложе, лет так тридцати. Ёлька шлепала брата по плечу, возмущенно нахмурив брови и испытывая в душе легкую вину в папином одиночестве, подхватывала настрой Сережки. И зачем ему юные девочки? В голове один ветер, лет сорок самое то, и выглядит хорошо, и соображает немного, глядишь еще родить нам братика или сестренку. Максим, до этого слушая их с интересом, делал вид, что злился, прекращал разговор на самом интересном. Нет уж, хватит, да и не смогу я больше никого любить, как вас. Никому я не сдался. Не переживайте, ушло мое время. И все же стал присматриваться к одиноким женщинам, не зная, какие слова им говорить, о чем спрашивать. После пары попыток махнул было рукой, усмехнувшись своей неуклюжести и отсталости. К своему стыду краснее обращался в шутку, намекал коллегам. Мол, не против он присмотреть себе красавицу, на что друзья и знакомые, привыкшие к его неприступности, посмеивались, не понимая, не понимая его, так оставляя его просьбу без ответа. Их, хорошо бы мне невесту найти. А кого тебе, королеву или принцессу? Кого нужно? У нас только простушки, а такие тебе даром не сдались. Максим поджимал губы, а друзья смеялись своим шуткам. И мужчина, осознав, что не так-то просто сейчас устроит свою жизнь, оставил эти мысли, проводя вечера в гордом одиночестве перед телевизором или книгой. Ирина с невероятно грустными глазами появилась в их коллективе случайно. Одна постоянная сотрудница, от которой никто уже не ожидал подвоха, в 42 года вдруг резко ушла в декрет. И на ее место в срочном порядке пригласили Иру из пригородного филиала. Женщина сторонилась в общество, не смеялась. Казалось, переживает какую-то давнюю свою беду уже который год. Максим, пытаясь разгадать причину тоски новенькой, неожиданно заинтересовался ею, хотя она была скромной внешности, просто одетая. Дама лет 45. Мужчина, сам удивляясь своей настойчивости, терпеливо оказывал ей знаки внимания и совсем не торопил ее с решением. Ирина долго держала оборону. Поначалу даже грубила Максиму, желая от него отделаться. Но он знал, что такое предательство и обида. Понимал, что скорее всего давным-давно с ней тоже что-то случилось, отчего женщина стала такой колючей. Его догадки оказались скорее всего правдой. После года ухаживаний она растаяла, стала разговаривать с ним, улыбаться, прогуливаться после работы по городу. А одним днем, после двух лет таких хождений, просто сама предложила Максиму съехаться. Про себя правду она так и не открыла. А после нескольких попыток узнать подробности, он отбросил эту идею, подивившись, насколько хорошо оказывается жить рядом с женщиной. Они по очереди готовили друг другу завтраки, много гуляли, говорили на разные темы, с размахом встречали детей Максима. Ира отлично готовила и делала несколько блюд, умело подбирала подарки всем, и, казалось, наступило невероятное счастье. Максим снова ощутил прилив сил, радость к жизни, понял, какой он был дурак, считая себя стариком в 50 лет. Вон, как скачет и катается на велике, обгоняя подростков парк. Стали мечтать с Ириной о поездке осенью куда-нибудь в теплую страну, откладывали деньги, немного экономили. И уже когда суждено было мечте сбыться, случилось совсем уж неожиданное. Спустя столько лет, поздней ночью, когда Максим с Ирой уже засыпали, прозвенел звонок. Это вернулась Алина, заплаканная, с дорожной сумкой. Она даже не удивилась присутствия посторонней женщины. Нагло прошла на кухню, села на диван и, пуская слезу, стала жаловаться на жизнь. Артур мне все сказал, сказал, что детей ему не нужно. Я уже два раза бегала в клинику за всю жизнь с ним, а вот третий раз не уследила, все сроки прошляпила. Ни одна теперь клиника не берется за такое дело. Артур страшно разозлился, отнял у меня машину, выгнул, сказал, примет только одну, без приплода, а у меня совсем ведь нет денег. Алина достала платок, стала вытирать слезы, с надеждой поглядывая на бывшему это и моя квартира тоже, я тебе детей родила и мне больше некуда идти. Да, пусть жить не в роскоши, в бедности, но рядом с родной душой, вы же как женщины меня должны понять. Это она уже обратилась взором к Ирине, что кусала губы и сама была готова расплакаться. Максим долго стоял как вкопанный, переваривая ситуацию, готовый взорваться от наглости Алины. Он был возмущен, только почувствовал себя впервые можно сказать счастливым, полюбил женщину по-настоящему, понадеялся на светлую спокойную жизнь, а тут вернулась эта бесстыжая. Смотрел сейчас на нее и при всей ее яркости, красоте совсем не находил для себя ничего приметного, только ненависть, удивляясь тому, что когда-то любил ее до беспамятства. И сейчас эта женщина, что доставила ему и детям столько страданий, готова снова все разрушить. Как пить дать Ирине сейчас хлопнуть дверью и уйдет? Зачем ей слушать эти разборки? Надеюсь, все еще исправят? Максим стал наступать на Алину. Ну, во-первых, квартира получена мной, я ее приватизировала на нас с детьми, ты тут никаким боком припеку. Из чего ты взяла, что я буду решать твои проблемы? Вон, продай свое золото, хватит тебе на первое время, устройся на работу. Алина зарыдала, закрыв ладонями лицо. А Ирина вдруг решительно подошла к ней, погладила по плечу. Так, хватит плакать, тебе это вредно сейчас. Максим, не будь таким жестоким, это все же не чужой себе человек, нельзя так. Ты, Алина, оставайся тут, живи, а мы уйдем в мою комнату жить, в общежитии. Правильно, что аборт не сделала. Я в свое время не проявила силу и осталась теперь совсем без детей. Точно так же муж отправлял меня три раза, говорил, не время. Потом просто ушел и прекрасно обзавелся тремя сыночками. И не важно ему было, что я лишилась этой возможности испытать счастье материнства. Максим удивился неожиданному признанию, но еще долго возмущался. Самое было обидное то, что пришлось взять из накопленных денег, сделать ремонт маленькой комнатушке, еще периодически подкидывать джинджа от бывшей жене, то на такси, то на лекарства, да и пропитание она сама себе не могла обеспечить. После родов женщина несколько месяцев умиленно кормила дочь, радовалась, то все же решила рожать, благодарила Иру, что частенько навещала ее, а в один день настроение ее резко переменилось. Несколько дней она ходила как воду опущенная и не выдержав поделилась с Ириной. Артур меня зовет к себе обратно, он же не знает, что я родила, думает, нашла, как от проблемы избавиться. Как думаешь, если увидит дочь, станет добрее? Просто у него уже есть дети взрослые совсем, и других ему не нужно. А мне тяжело так жить, понимаешь, экономить на все. Не лежит душа, не мое это. Ирина смотрела на нее с прежней грустью, сглотнула комок и, волнуясь, на свой риск и страх предложила идею. А ты ежа пока без Дианы, сама, одна, расскажи, как есть мужу, а потом вернешься за дочерью. Алина готова была расцеловать Иру, в тот же день принялась собираться и, даже не сообщив Максиму, умотала столицу, сверкая пятками. Оттуда она больше не вернулась, написав письмо личной Ирине, что готова подписать любые бумаги, отказываясь от младшей дочери. Максим с удивлением наблюдал за Ириной, что будто бы расцвела, укачивая Дианочку, гуляя с ней по вечерам, словно это она сама ее родила. Он и сам быстро привязался к черноволосой смуглой девочке, что так неожиданно сделало их семью полной. Дорогие слушатели, история, к сожалению или к счастью невыдуманная. Я еще ее немного скрасила. В обычной жизни эта Алина воспитывала неродных ей детей от второго мужа и вроде как даже любила их. Она пришла к ним, когда они еще были маленькие, почти ровесники родных и привязалась. Может сильно мужика оценила или богатую жизнь, но после второго отъезда, когда оставила первому мужу младшую дочь, больше в их жизни не появлялась. Редактор субтитров